Вопрос больше личный. Вы смирились с тем, что никогда больше не встретитесь со своими родственниками, или как там, никогда не говори, никогда. Знаете, слово смирились, это очень христианское слово. Я ни с чем не хочу мириться, я хочу быть животным до конца. Я хочу барахтаться, как лягушка, взбивая масло, молоко в масло до конца, быть настоящим, живым, злобным тварью. Настоящим человеком. Что значит смирился? Что я должен упасть на колени, схватиться за голову и думать, господи, мне надо смириться с чем-то. Да не хочу ни с чем мириться. Такой вопрос задают люди, не прошедшие терапию. Ну естественно. Естественно. Итак, значит, христианское, вонючее, отстойное слово смирились, я ни с чем в этой жизни не мирюсь, пока я жив, до последнего удара моего сердца я буду противостоять и не соглашаться. Я ни с чем мириться не собираюсь, особенно с этими вонючими христианами и их догматами убогими. Это мрази, бляди, выблитки. Не люблю это все. Поэтому убирайте эти слова, нет слова, нет явления, процесса и так далее. Поэтому смирились, это жертвенное слово. Значит, естественно, я об этом не думаю. Мне так хорошо стало за последние годы, как я поменял свою жизнь, род деятельности, образ жизни. Я так успокоился, я думаю, господи, как же может быть все-таки и хорошо, и спокойно, и приятно, и тепло, и как-то ненапряжно. И что, то есть я должен с чем смириться? С тем, что отсутствует насилие в мой адрес, и с этим я смиряюсь. Мне же так хотелось это снова возобновить, да? Не-не-не. Я, как это, перекреститься, чур меня, чур, чтобы я этих людей больше не видел. Кем бы они ни были. Вот, понимаете, у вас нет вот этого ощущения сепарации истины. Вы воспринимаете все равно маму с папой, как избранных, а я нет. Ну, есть люди, которые ближе мне по духу, разного возраста, разных там... Ну, короче, родители, это, как сказать, это неданность, это то, что вы можете поменять. Отказаться от них или принять их. Вы не обязаны общаться со своими родителями. Это огромный гипноз культурологический, социально-общественный, религиозный, естественно. Не хотите, не общайтесь. Вот я не хочу, и я не общаюсь. И я даже про это не вспоминаю, честно говоря. Я вот так вот думаю, да, вот я вот встречусь, и кого я увижу. Задроченную маму, папу такого же задроченного, нищие, убогие, прожившие свою жизнь бесцельно, бездумно, бухая, ссорясь. И не заработав ничего, не оставив своим детям ничего. Это все имущество дедов и прошлых поколений. Это просто упущенная жизнь полностью. Они не создали ничего, кроме двух детей, оба из которых, ну как сказать, один несчастный, то есть моя сестра старшая, а второй перестал общаться, потому что хочет быть счастливым. А тут надо выбрать. Вот я хочу быть счастливым, поэтому я исключаю любых людей из своей жизни, чтобы они меня не беспокоили. Мне вообще по барабану. Я настолько эгоистичный человек, эгоцентрик, абсолютный. Вот в этом смысле я, ну, вы понимаете, ну, я предаю, я обманываю, я изгаляюсь, я манипулирую, я все делаю так, как надо мне. И этому учу вас. Поэтому все эти там духовности, как правильно, как справедливо, как честно, это не ко мне. Это, пожалуйста, там к эзотерикам, к духовникам, к каким-то этим. И слово смирились, это, конечно, как правильно Светлана написала, это самое абсолютно слово, указывающее на непроработанность, как сказал бы любой маэстрим психолог. Значит, каждый сам для себя родственник, самый лучший. А понимаете, видишь, какая опция появляется, ты можешь брать не то, что тебе дали, как истинная жертва, вот в психологии жертвы какая, дали лимон, делаю лимонный сок, а хотел ананасовый. Но так как ты жертва, ты не понимаешь, что ты хочешь, какие у тебя потребности, и у тебя нет ресурса, энергии, и разрешения от родителей здесь в виде гипноза. Пойти, выкинуть лимон и взять ананас, и сделать то, что ты хочешь, ананасовый сок. Так вот, я выбросил то, что мне не подходит, то есть своих родителей, свою семью. И постепенно обретаю то, и беру от жизни то в виде людей, общения, контактов с ними, которое я хочу. Спокойное, размеренное, приятное, со смыслом, интеллектуальное, полезное. Я убрал лимон кислый, который мне сказали, нажри это твои родители, ты обязан, как жертва, жрать своих кислых родителей. Я говорю, я не хочу, родители, не родители, мне по барабану. Я же барабанщик. Вот, я говорю, нет, я пойду искать ананас. Сейчас, пусть на это у меня уйдут годы, но я в итоге дойду, найду и сделаю то, что я хочу. Понимаете? Человек не дерево, он может перемещаться как в пространстве, так и ментально, психически, эмоционально. Здесь плохо, идем туда, где хорошо. Эти люди не подходят, будь они хоть мать родная. Значит, отказываемся, идем туда искать новых подходящих людей. Здесь не нравится государство или климат. Переезжаем куда-то на другое место. Человек может и должен менять свою жизнь. Как сказать, человек, процесс, жизнь, процесс, меняться это нормально. Разные прически, музыкальные вкусы, одежда, питание, образ жизни, привычки, люди, окружение, профессии и так далее. Это, понимаете, это обуславливание, это маска, прилипшая к лицу, родители. Да как лепите, выкиньте их. Если они вам не подходят, и вы это чувствуете. А как вы это можете чувствовать, если вы жертва? У жертвы разрушена, скорее всего, вот эта первая часть чувствовать. Чувствовать, думать, говорить и делать, одно и то же чувствовать. Она не чувствует себя. Ей что сказали, как ее обусловили, индуцировали, накачали, так ей будет казаться, что она чувствует то или это. Относительно того, что нужно манипулятору в лице вот этих родителей, да, первично. По каким-то, как бы, признакам, там, неудачи, вот, с деньгами, какая-то проблема, 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 проблема. Плохое здоровье, мало денег, что-то все не клеится, все какое-то такое, вот, вот такое. Вот по таким признакам люди начинают задумываться, смотреть мои видеоэфиры, что может быть что-то не так. Может быть надо что-то проработать. Надо, надо, конечно. Вообще, менять свою жизнь и меняться как личность, это и есть процесс жизни. Я люблю слово развиваться и расти, это невротические слова. А вот меняться, жизнь это череда изменений. Было так, стало так, потом так, потом сяк, потом раз и издох. И нормально. Ну, в общем, короче, вы слеплены в слиянии психоэмоциональном с пуповиной психической в любом возрасте, задающий такие вопросы, не сепарированные на самом деле и очень жертвенные люди. Я вас могу ценить как своих подписчиков, как своих зрителей, как тех, кто приходил на короткие консультации, но не прошел терапию, как людей интересующихся, как бы сочувствующих или симпатизирующих мне. Но я вам должен сказать правду. Если вы задаете такие вопросы и в этом фарватере, так сказать, мыслите, значит вы жертва. Вот и все. Не обольсяйтесь. Мне очень нравится бизнес-сообщество. Бизнес-сообщество сейчас такая модная, хуитень. Вот это вот семинары, мастер-классы, то-то-то-то. Вот это вот они там куч-куть, собираются. И на своей волне там они друг для друга делают вид, что они бизнесмены очень крутые. И у меня, ну скажем так, я знаю, ну троих как минимум человек из такого некого комьюнити, бизнес-коучинг. Немножко, как сказать, мы бизнесмены, мы заработаем все миллиарды денег на земле. Мы облучаем друг друга какими-то гайдами, фишечками, изюмчиками. Делимся техническими, а какими-то аспектами, там это и тиры-пыры. И облучаем друг друга тем, что в каждом находится. Ну не могу за все это сообщество сказать. Но как минимум троих человек, зная оттуда вот прям хорошо, да, ну из одного такого, из множеств таких сообществ, бизнес, мы бизнесмены. Я могу сказать, что это конченые жертвы. Это абсолютно люди, на самом деле не зарабатывающие никаких денег особых. И которые с абсолютно абьюзивными, токсичными семьями. И они туда приходят, друг к другу жалуются, выгружаются, используют друг друга как бесплатных психологов. И строят для самих себя через воздействие на таких же других, картинку, что они предприниматели. Ну это ладно. Но там присутствуют такие рыбаки, которые, грубо говоря, понимая, кто эти люди, они просто их ловят и берут с них деньги за свои как бы услуги. Это всякие там бизнес-коучи, тренеры, они там лялякают, как надо жить, как надо зарабатывать, давайте тусоваться, давайте общаться. Ну их мотивацию я понимаю. Если ты зарабатываешь на этом деньги, то эти комьюнити это отлично. А вот для тех, кто там кучкуется, нужно не по бизнес-тренингам ходить, а нужно ходить на нормальную психотерапию. Где разбираются с семьями, родителями, с базой вашей жизни. И почему у вас стоят блоки, барьеры на заработки, как вы общаетесь с людьми, кого вы притягиваете и так далее. То есть избавляться от своей жертвенности, токсичного родительского гипноза. Надо смотреть всегда на главное, на базу. Это ваша семья. И вы ее никогда не обойдете. Что бы вы ни делали, ни думали, соглашались, не соглашались со мной, обесценивали, скептически к этому относились и так далее. Другие, просто попомните мое слово, вы будете ходить нарезать круги и в итоге вам все равно придется это сделать, если вы хотите реально качественно поменять свою позицию в жизни. Тут даже вопрос может быть, деньги не деньги, тут вот эта общая проблемность, задроченность. Нет времени на себя, нет сил для себя, нет желания, то есть надо всех спасать, надо всем руки подставлять. Это бесконечный какой-то аврал, это какая-то куча, ну то есть такое вот, понимаете, да? И когда начинаешь размираться в личностях и историях вот таких предпринимателей, оказывается, что эти предприниматели вовсе и не предприниматели. Это образ. В долгах, как в шелках, и абсолютно там история просто жертва на жертве, а потом они удивляются. Так, а как бы мне продвинуть бизнес? Да никак, из этой позиции вы ничего не продвинете, далеко. А так плюс-минус. Так, а что не пишем в ютюбе-то 10 человек? Ну-ка, быстро написали. Так, мне не жарко, мне комфортно, я сижу без трусиков, в халатике, на голое тело, мне очень хорошо, приятно в шапочке, в носочках, чтобы не продувало. Значит, вот так вот я могу сказать. Значит, конечно, настоящие бизнесмены ни на какие подобные тусовки не ходят. Они максимум, что делают, они, я говорю, этих невротиков, жертв родительского воздействия, просто в подстройке родительской зазывают на свои платные разборы и услуги. Ну, естественно, это тоже не помогает. Почему я сказал выше? Потому что нет базы, на что это поставить. Понимаете? Для софта ПО должна быть операционная система, куда это поставить? Операционная система битая, вирусная, с мошенническими программами и дырками в защите. Это гипнозы токсичных родителей, например, слабоумных, жертв, нищих, глупых, с задержкой психического возраста развития, удочерившихся и усыновившихся. Это тоже очень классическая история.